Из России с любовью Коми. Так называется фильм о нашей республике, снятый и выпущенный российским обществом знания. Это общественная некоммерческая организация, основные цели которой – проведение просветительской работы в регионах, социальная поддержка и защита подрастающего поколения, людей пожилого возраста, патриотическое воспитание и многое другое. Фильм можно посмотреть в сообществе организации ВКонтакте. Ксения Мишарина расскажет о самых интересных моментах. Самобытность народа Коми – глубинки и красота русского севера. Именно с этих кадров начинается фильм. Он перемещает нас в село Керчуми, которому уже 376 лет. Из рассказов местных жителей мы узнаем о традициях, сложившихся веками. Например, как для большой семьи строили дома и на каждом обозначали точную дату постройки. Как хранили продукты в так называемом «житнике» – домике на ножках. И как на прялках рисовали определенные узоры. А еще – как накрывали Коми стол и как до сих пор бережно хранят память о староверах, пришедших на эту землю в XIX веке. Далее фильм переносит нас в Ухту. Местный экскурсовод Дмитрий Мартемьянов рассказывает, что все дороги здесь построены от чуда к чуду, по пути к природным богатствам. Ухтинская земля знаменита своими геологическими памятниками, открытыми выходами пород Дивонского периода. И именно здесь, на реке Ухта, в 1597 году впервые в нашей стране добыли нефть. Как интересно. Казалось бы, ну, фактически-то такая темная, коричневая, вязкая жидкость с резким запахом. Похоже на обычную грязь, да? А с другой стороны, в настоящий момент основа мировой экономики. И как раз вот эта жижечка, да, ведь фактически двигает историю. А в столице Коми находится одно из крупнейших лесозаготовительных и деревоперерабатывающих предприятий республики. Его специалисты рассказывают, трудовой процесс здесь налажен как работа живого организма. Фронтальный погрузчик с захватом. Это как жук с корабей с захватом. Первое впечатление было такое, которое берет охапку круглого леса и куда-то везет себе в норку. Такое ощущение, это как живой организм, да, он кормит сортировку круглого леса, а она поедает, рассортировывает и начинается дальнейшая переработка как пищеварительная система. Далее этого уже подготовленная смесь, да, поступает на участки пиления и там и дальнейшая идет переработка как на углеводы, белки и тому подобное. Рассказывают в фильме и о местном предприятии по обжарке кофе. Готовят в столице коми до 100 тонн в месяц. Зеленые зерна собирают по всему миру. Эфиопия, Бразилия, Колумбия, Индия. Самую ответственную работу в цехе выполняет программа, созданная местными специалистами. Главное – задать верные настройки. Готовую продукцию производители рассылают по всей стране. Все, кофе выгружается, включился охладительный стол, потому что кофе горячий, его нужно охладить, чтобы он не сгорел в процессе уже выгрузки. Поэтому вот таким образом он охлаждается. Наш кофе сейчас выгрузился на ростер, поэтому мы загружаем новую партию. По пневмозагрузчику он поступает по трубкам сразу же в бункер ростера. Ростер у нас газового типа, вы можете увидеть, там горит огонь, ростер нагревается, как только он нагреется, мы загружаем новую партию кофе. Герои ролика отмечают, наш комик-край удивителен. Буквально только что мы находились в центре города, а уже через 15 минут доехали до леса, где можно собрать грибы и полной грудью дышать свежим хвойным воздухом. И действительно, в эпоху современных технологий в нашей республике сумели сохранить свои традиции, сберечь природу и то, чем жили наши предки. Ксения Мишарина, телеканал Юрген.